Мы летели, начали избивать, стрелять. Как смог, дало отпор, потом забрали в больницу. Вот так для Александра закончился отдых в ночном клубе. Мужчина демонстрирует сломанную руку и рану на голове. По его словам, нападавшие сначала орудовали кулаками, а потом один из них несколько раз выстрелил из пистолета. Травма? Ну, наверное, да. Наверное, экспертизу покажу. Вы сознание теряли или нет? Нет. Конфликт произошел возле клуба на улице Академика Королева. У Александра и его друга даже не было шанса на цивилизованный диалог. Налетчики атакуют сразу. Один из них удары наносит рукояткой пистолета, из которого позже сделает несколько выстрелов и ранит Александра в голову. Второй в синем капюшоне его сын демонстрирует мастерство рукопашного боя. По одной из версий, именно он и был зачинщиком конфликта. Ссора началась еще в заведении. В нем молодой человек праздновал свое 18-летие. В какой-то момент именинник явно перебрал с алкоголем и нахамил Александру и его друзьям. Они по-мужски объяснили парню, так делать не надо. Молодой человек обиделся и позвал на помощь отца. Вот момент, когда именинник отпускает колкости в адрес оппонентов. За несколько секунд до этого он неосторожно задел Александра, проходя через рамку металлодетектора. Обо всем об этом молодой человек отцу не рассказал. Тот приехал с оружием, быстро разобрался с обидчиками и, как ни в чем не бывало, вместе с сыном уехал домой. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска нагрянули в квартиру злоумышленника. Мы в травмпункт собираемся. Вы осмотрите моего ребенка, пожалуйста, прежде чем кипиш устраивать. То, что налетчик называет кипишем, на самом деле стандартная процедура обыск. Зачем столько штык-ножей? Я понимаю, когда они к каждому экземпляру оружен. Соответственно, патроны. Соответственно, вообще, что их нож. Что-то продавалось. Хорошо еще, что на разборку подозреваемый взял с собой травматический пистолет, а не один из экземпляров из своего арсенала. В квартире задержанного был обнаружен травматический пистолет, несколько карабинов и охотничьих ружей, а также патроны. В ходе проверки было установлено, что на все оружие имеется разрешение. Кроме этого, полицейские изъяли два контейнера с электрическим подогревом и освещением, внутри которых находились растения. Со слов задержанного, растения являются коноплей и выращиваются для собственного потребления. На допросе мужчина настаивал. Его вины в случившемся нет. Я ни с кем не разбирался, ни с кем не разбирался. Почему оружие взяли с собой? Потому что он кричал «Спаси меня, забери». В деталях произошедшего следователи разбираются, но очевидно, что за свою выходку мужчине придется отвечать. За хулиганство с применением оружия он может отправиться за решетку на 7 лет. Сын подозреваемого по делу проходит свидетелем. Максим Ларин, Константин Ярославцев и Иван Перминов. Петровка, 38.